так доброго уже друзья мои все в порядке уже загрузился стоишь когда топливо ждешь падает эко вождение сразу паркинг нормально поговорил с этим быть вообще-то здесь стоять нельзя если полиция будет проблема сорвает точку отметил что могут быть проблемы для до конца не могу понять я приехал на выгруз на погруз стою на территории на территории стали они где-то какие могут быть проблем ладно одно дело если я стою в этот поляк до сих пор стоит одно дело если я стою знаете просто приехал да я согласен я приехал сюда на фирму на эту какие могут проблемы 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 могут быть 24 там 45 стоишь это понимаю а так ты чё проблемы я же приехал сюда а не куда-то я здесь загрузка правильно аналогично вот у этого могут быть проблемы что он здесь стоит хотя на партнер плейд а ведь здесь зона написано там же территория как бы того места куда мы приехали грузиться где-то вчера вот здесь тоже хайникин кстати получили задание уже 9 12 у меня погрузка уже в другом месте где-то в голландии иначе недалеко если они так сделали но и по этому самому все в порядке топлива не сливали это хорошо стоял справа украинец слева румын и потом еще литовик 4 машины я считаю что это не проблема что я там стоял поскольку я мог показать пленнинг я приехал на погрузку куда мне ехать где здесь блин паркинг 0 и следующий раз не буду ехать буду стоять ждать где-то там возле порта но я вчера мог стоять и ждать честно говоря у меня времени было дофигища очень много я блин 4 часа приехал дня они вообще-то работает до 2 6 до 2 интересно да рабочий день но погода сегодня отвратительная но я еще в шортах лажу надо все проверять молоток печать была на месте печать то ладно еще с ней можно как-то без нее можно боитесь и без молотка не хочется терять молоток очередной раз знаете я все время молоток щупаю по несколько раз хотя толку того что я его где-то забыл не возвращаться же мне правильно за ним ну зато теперь знаю место благодаря гуглу не ну я бы нашел там поехал бы на этот хэнекен 52b ну погрузка на 38 бы значит на 38 д д румын у него в 5 вечера погрузка ну странных 5 вечера почему вы сюда прислали если на друг только работают тоже непонятно а у этого коллеги из украины у него вчера должна была быть 8 утра погрузка на так сильно опоздал на целый день я раму посоветовал подъехать на 52b спросить там знаете все может быть если на 5 погрузка поехал говорит что нифига сказали здесь на 5 назначено это непонятно конечно да погода не радует нас сегодня не балует ну ладно как есть так есть уже в машине правильный элемент они они снаружи где нам уходить влево здесь еще нам на следующем повороте это по-моему ошибся хотя поворотник по крайней мере он не включил куда может быть ему и туда она вот сюда налево не здесь а на следующем светофоре здесь это на заводе как надо было съехать по 74 километрика я чуть не вводил точку следующую буквально сразу написал что все порядке отправил их они мне сразу вернее я отправил им они мне буквально сразу прислали в нидерландах из 9 до 12 значит я думаю что не так далеко интересно как все наверно пробочки будут не радует нас не радует не радует еще немного еще чуть-чуть последний бой он трудный самый ребята уже на подъезде напомню напомню сегодня четверг кажется да четверг а завтра пятница а потом выходной сейчас даем прицеп контейнер берем новый и гоним на загрузку там до 12 часов там наверно 12 обед я уже так привык приезжаешь когда там какая-то погрузка время такое ранее назначено это в основном что у них там пауза либо обед вчера вообще классно получилось что у меня погрузка в 11 а у них в 11 обед пауза так что вот вот так вот что там с нашими ребятами будет кто-то не будет будем посмотреть как говорится ну чё там паркинг ой блин полный ну да в ту сторону даже и смотреть не стоит только заехать на заправку там сока купить какого-то потому что хотя один раз я заезжал было там пару мест свободно это было правда днем я вот здесь за железкой стою обычно на стенах надо бы михай встретить я ему блин маленький презентик как маленький он спрашивал у меня про парфюм каким я пользуюсь я пользуюсь покупаю в минске на сирийских маслах парфюмерию реплика как наташа говорит вот мне нравится последнее one million паку рабан вот я ему привез из белоруссии и купил подарю дядьки я думал у меня старше нифига он меня младше даже пару лет уже так непривычно друзья мои что приходишь на фирму а ты не самый молодой как оказывается чуть ли не самый возрастной так это бы непривычно вот офигеть душе то я молод июнь но внешне со стороны выдает что тебе уже не 20 не 30 не 40 а за полтинник блин а мне уже 56 кажется то есть по смену мы сегодня открыли в 6 часов грубо говоря в 6 12 все порядке я думал там блин наехали голландцы но они в других воротах там три гейта где грузит один второй гейт это выгрузка первые третьи это погрузка вот румын пошел на 3 а я на 1 грузился ну что он даже сказал бы тебе на 1 потом говорит ну езжай там на 1 гейт когда надо будет я скажу ну так и было я встал еще не открыл гейт я встал просто постоял потом открыл эту штору вовнутрь даже вовнутрь не заезжал типа заехал за эту найти эти пластиковые холодильные шторы и он на меня загружал полета я эти электро рохли выгружал ну расставлял кстати попробовать будет через другие ворота выезжали здесь очередь не вижу я коллег своих ну смысле с одной компании дальше они поеду стану здесь мешает мне с вами дерьми и как обычно колпак все приехали поедем оформляться и так дроги маны дроги май фрэнд мои друзья и подписчики быстренько быстренько сдали контейнер быстренько быстренько получили контейнер быстренько быстренько проверили его быстренько быстренько убедились что с ним все в порядке быстренько быстренько идем на выезд 22 километра мне до места погрузки с 9 до 12 нормалек Андрюху встретил, что-то какой-то хмурый говорит, что случилось, все в порядке, ну что такое, ну ты не улыбаешься, болен, вот, не надо было мне, наверное, сюда, надо было туда ехать, ну ладно, как есть, так есть, что поделать, говорит, я не хочу улыбаться, ну не хочешь, ладно, что я буду приставать человеку, не хочет улыбаться, пусть не улыбается, у каждого свои проблемы и не проблемы, пообщаться с ним, ну не хочет, не хочет, я говорю, а куда ты едешь, говорит, не знаю, задания нету, странно, задания нету, зачем брал тогда контейнер пустой, просто не хочет говорить, наверное, сам учил меня, что если нет задания, не надо никуда ехать, надо стоять ждать задания, хотя, с другой стороны, вот мне Эрик, когда последний там три был, я уже домой ехал, у меня не было задания, никак не могли прислать, он мне пишет, ну что ты, типа, не можешь взять, ты же не начинающий драйвер, а как я могу взять, я уже один раз написал ему, я уже один раз взял вот так контейнер, оказалось, что я не прав, нельзя было брать, не надо было брать контейнер, надо было ждать задания, потому что, может быть, так быть, что полный контейнер дают, не надо его ехать куда-то выгружать, ну ладно, ну вроде никто не застрьет пока, передо мной этот, может быть, едет оттуда со смены контейнера, да, блин, сделали здесь одни ворота, что другие не работают, надо через 411, которые будут брать, будут там выезжать, через те, я еще там не через те не ездил, но, можно через них ехать, кто-то едет, кто-то едет, ух, 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 ух. Мне как-то один раз такой заявляет коллега, сколько ты за эту неделю, типа, сделал контейнеровку? Я говорю, помню, 5 или 8. Я вот 13. Хорошо. Надо, наверное, быстрее. Я говорю, а сколько ты километров проехал? Он мне говорит там какую-то. Я говорю, так я в два раза больше километров проехал, чем ты. В чем проблема? Какие-то наезды непонятные. Не то, что понятно, сравнение. Давай сравним, сколько ты километров проехал, сколько я проехал. Ну, вот у меня просто такая работа была в коротке. Я говорю, ну так, блин, нехорошо. А что говорить, что я меньше сделал, чем ты? Давай поделим твои километры на твои контейнера и мои, посмотрим. А вон и Михаил приехал, я смотрю. Это батя Андрея. Вот ему я хотел передать пахтюн. Повидел меня, а минус. Сдаваем? Такое ощущение, что я там был, куда мы ездили. Но я не помню. Но ощущение такое у меня есть. Ну, open, please. Open, please. А чайки, кстати, и нету. И птенцов нету. Интересно, были ли там вообще птенчики? Я там птенечки не видел. У меня в деревне, интересно, там, где дом реставрирую, переделываю, да, рыбил, там снесли, блин, и такая открыта получалась за шторкой дверь. Так там ласточки гнездо свили, представляете себе? Взяли и свили гнездо. И пять птенчиков. И так все быстро у них происходит? Буквально свили гнездо перед моим... Перепроложить? ...приездом. И уже птенчики у них. Перепроложить? Появились. Ну, давай, давай, быстрее иди. Какой-такой афроамериканец, прям сердитый бородатый. Я даже сейчас куртку не снимал, потому что 20 километров проехать. Поезд едет. Блин, кого-то раздавили, блин. Непонятно. Создание какое-то с властом. Там либо собачка маленькая, либо это, блин, крыса большая была. О, там поезд пипикает, что поезд идет. Я там первый раз, что там поезд встречаю. Хотя, не, когда стоял, там они двигались. Но по моим этим самым на переездах ни разу передо мной не переходил поезд. Ну что, уже, блин, начало одиннадцатого, я уже одно сделал задание. Посмотрим, что сегодня получится. Это возьму. Сдам. И далеко поеду, недалеко поеду. Интересно. Германия, Бельгия, Франция или все-таки Голландия? Гадай, не гадай. Но увидим все позже. Я говорю, у меня такое натура. Я еще днем заехал, загрузился. А уже думаю, куда следующий пункт будет. Раз, два, три, четыре, два, один. Погнали. Надеюсь, сейчас не будет пробки. Один раз в это время я ехал, была пробка. Но я ехал не отсюда, я ехал сюда. И наблюдал пробочку. Интересно, куда потом, мне налево или нет? Туда, налево. Там может быть пробка. Обычно наоборот. Вернее, когда отсюда направо, тогда пробки нет. 99%. А, нет, нормально, нормально, друзья мои. Направо пойду. Это хорошо. Значит, не в пробку точно. Это радует меня. И вас тоже, надеюсь. Надеюсь. Какие-то пустые баллончики аэрозольные. Буду брать. Я в каком-то месте брал аэрозольную. Это, по-моему, было еще в Cargo Trike. А не здесь. А паркинг к нам не надо. Ну все, погнали. Полтора километрика осталось от Sorting Packing. Здесь и C. Читаем, читаем, читаем. Там, наверное, эти еще нарисованы цифры, да? Нет, ничего не нарисован. Просто Sorting Packing. Может, какая-то зона. Трак-вошь. Здесь машину можно помыть. Можно помыть машины. Sorting Packing. На следующем повороте обратно. А, кстати, вспомнил, еще один Lidl был хороший. Где загружали. Там какой-то паркинг хороший. Внутри. Я еще помню, проехал мимо. Потому что так невзрачная табличка Lidl. Обычного Lidl, знаете, такая таблица, что видно все, что надо и не надо. 10C. С левой стороны или справа. Вот этот, наверное, с правой стороны, Sorting Packing. Ну, ничего так не написано особо. Заезд. Они все так стоят наоборот. Значит, заезд это там. А здесь, наверное, рецепшен. Sorting Packing. Нет, здесь. Может, здесь, с левой стороны. 10C. Это 10C. Где это, Sorting Packing? Это 10C. А где 10C? Нет, а 14C. 22C. Получается, я проехал. Надо проехать еще дальше. Как он знает. Ладно, встанем здесь. Пойдем поищем. Как он знает. Ладно, встанем здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин. 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 Це все... 嗯... Не ф��аланс. Близ Oops… Ну что, друзья мои, загрузились, let's go, поехали. Вводим адреса, документы. И поехали на CCT, Мурдайк, тут рядом. Полная фура там, знаете, такие пустые канны, как бы, ну, в которых потом пиво разливать будут, или что там, кока-колу. Я, кстати, думал, меня на Хэнекене пивом угостят, но не угостили. Ну, мне это не важно, я вообще просто говорю. Светел говорит, что на каких-то компаниях, но он говорил на Баварии, если ты сам грузишь, то ящик пива ему давали на покупку. Ну, видите, я уже был на Баварии, на Хэнекене, но даже не предлагали. Вот конфеты, да, дают, так, я буду в 12-20, может, какой-нибудь Бреду сгоняю, какой-нибудь маленький трип сделаю. Как приятно, когда ты поворачиваешь, у тебя кабеля на месте стоят. Там просто с гнездами непорядок был. Без держателей. На 88-й. Да, 45 минут стояли, 4.28 можем ехать, то есть все в порядке. Спокойно, на такой можно вообще работать постоянно, заезжать и заезд на рампу достаточно удобно. Не, ну, может, когда-то мешает машина, тогда неудобно, ну, а так, спокойно и нормально. Если в Германию пошлют, надо заправляться, у меня пол бака осталось. Конечно, хватит, но посмотрим. Давно я на Лидле не был в Лехтене. Реально давно. Не то, что в этой каденции и с отпуском, а вообще, и на прошлой неделе как-то, на прошлой каденции как-то я, в последнее время меня чуть-то туда не посылали почему-то. Да, интересно, они сказали, что типа стоять нельзя, да? В баню он где стоять? Либо тогда не ехать вообще. Ну, наверное, в зависимости, сколько времени. Ну, там очень далеко, в принципе, ну, как далеко, километров за пятьдесят, по-моему, последний паркинг такой. Ну, а если поздно, то лучше и не ехать, надо раньше встать и приехать. И выгрузки в основном, хотя нет, вот вчера, только хотел сказать, в основном имеют какой-то там срок, но вчера, не я вчера, было типа указано время на обоих выгрузках, а сегодня вот с шести до скольки там, до четырех, до двух они так и работают, до двух, погрузка утренняя, а это до двенадцати у меня погрузка. У них, наверное, двенадцати обед, я понимаю, я уже вам говорил. Ну, а так все в порядке. Нету тут, вот на Ситрансе вот нет такой спешки, очень-очень редко. Типа фиксинг-тайм, я даже не помню, когда у меня был фиксинг-тайм, фиксированное время, еще как-то она по-другому называется. импотинг-таймс и как-то еще, я уже забыл здесь, такого не встречал, я уже просто давно не встречал, поэтому и забыл как это называется. в Карго-Трансе часто это было, да, а здесь я как-то, может быть, один раз у меня было там на трейлерах простых. Нормал трейлер, как Андрей говорит, а я говорю, симпл трейлер. Симпл одиночный, не, наверное, норма правильно. Не, симпл, симпл это простой, а сингл одиночный. Вот. А тут дается, блин, руку, как это, не знаю, плечо. То есть, нормально можешь ехать. Наверное, все-таки я могу сказать, что мне на контейнерах прикольнее работать, интереснее. спокойнее. Ну, что, блин, мне не 15 лет, а это раз. Второе, когда ты на контейнере, ну, не переживай за то, что у тебя груз вонючий очень. И встать можно, блин, в любом месте, где можно встать. С гарбичем он уже как-то считается, ну, не опасный груз, а там все-таки не встанешь в центре города, да, бывает такое, особенно в такую погоду груз, мусор, да, что он просто по округе разносится конкретно. Перешагнули мы середину первой недели, катенция. Напомню, четверг сегодня. Числа я уже не называю, потому что... Ну, просто потому что потом не стоит. Мне когда-то брат попросил, а что толку? Брат попросил, я начал называть числа. Он говорит, я запутался где-то. Ну, так смотри и поймешь, где я. Ну, и связь поддерживай, позванивай. Тогда будешь знать, где я. Конечно, все видео выходят с опозданием. Сейчас вот тоже видео выходят еще июньские. Я уже кучу наделал. Каждый день будут выходить видео. Надеюсь, за неделю, за две я завершу цикл прошлой каденции. Начнется уже выпуске этой каденции. Ну, уже мне тоже спрашивают, а это видео уже новая каденция или старая? Я говорю, ну, как новая? Я же там говорю, название. Начало лета. Ну, конечно, это уже, это еще старая каденция. Сейчас уже больше, чем середина лета. Ну, что, 15 километров, совсем близко. Ну, с другой стороны, не, ну, сюда можно приезжать один раз в неделю, два раза. Ну, а так кататься, знаете, туда-сюда, здесь. Быстро надоест. Кстати, ушло письмо или не ушло? Интересно, я даже не проверил. Очередь исходящих пусто, а отправленных... Да, ушло. Марине by mail. Даже мне прислать. Если не будет марине, значит, приеду в порт, буду спрашивать. Главное, я у грузчика спросил. Он говорит, да, там все документы в контейнере. Ну, я говорю, у меня марине нету. Ну, контейнер? Он говорит, да. Я пошел, посмотрел. Нету там марине. Значит, mail. Поехал. О, поехал Леон. Наверное, за мной туда же поехал. Что-то мы с ним в паре работаем. До этого, я помню, с Андреем работал в паре. Ну, как один адрес тот же постоянно был. Ну, вот сейчас, смотрю, с Леоном. По одним и тем же адресам носимся. Это самое, что хотел. Хотя, он, наверное, сейчас приедет на обед. Подгадай, что у него обед будет. Я помню, говорил своему стажеру, обязательно, если нету марине, не надо его ждать, пока тебе дадут. Я говорю, а что ты не едешь? Он говорит, марине жду. Я говорю, а что нету марине? Я говорю, он так, значит, пишет, что с e-mail марине пришлют. Он говорит, а я откуда знаю? Я говорю, я же тебе говорил. Ну, как? Сто процентов говорил. Просто, когда марине нету, ты приезжаешь в порт. И пишешь еще раз. What about марине? Когда они его присылают тебе, тогда ты можешь заезжать в порт с контейнером. Хотя, по сути, марине – это код, кастом код международный. Состоит из 18 букв, цифр. Я всегда, вот, когда вписываю, проверяю, что было именно 18 цифр и букв. Знаков, короче. Марине обязательно без нё ты в порт не попадешь. Но ждать его там на загрузке, когда тебе далеко ехать не нужно. Да, погода не радует, работа радует. Ту-та-су. Спокойный день начался. Надеюсь, он так и завершится. Кофейка сделал, попил, позавтракал. Кстати, вчера попробовал фасоль, которая, помните, рассказывала, что 10 палетов пустых выгружал из контейнера и, блин, и напрасно как бы заработал 5 баночек фасоли. Так, эту фасоль вчера так баночку вскрыл с майонезом, с чёрненьким хлебушком, Бородинским из Беларуси. Ребята, офигеть пошло. Ну, решил вчера ещё банку кирки съесть, потому что в собственном соку, не, в винном соусе, потому что, смотрю, она, надо уже и есть. Она что-то как-то поддуваться начинает. Хотя в холодильнике стояла. Ну, не поддуваться какая-то, ну, поел как бы. Нормально так. Поужинал. Что-то я как-то вот был в магазине и не сообразил. Картошки я не купил. Я сейчас покупаю в Голландии картошку, уже чищенную, в пакетах, чтобы её здесь не чистить. Такая не вареная, а такая, и не фри картошка, а такая. Ну, чище на мелко картошки. В мультиварку закинул. Вместе с чем? Либо, ну, с чем хочешь, чем-то с мясным. И очень, правда, быстро съедаю. Ребята вон из Румынии там, блин, устраивают кухню, конечно, и там супы готовят в баночках на 5 дней. Ну да, тоже правильно. Я, как говоришь, привык по походному. У меня есть и Ролтон, и сухие пачки. А, и супы надо ещё купить будет, да. Такие мне на прошлой каденции понравились. Один пакет супа, ну, там в районе 2 евро стоит, чуть меньше. И в тарелочку его микроволновку и горячий суп. Его даже не надо водой разводить. Я один раз попробовал господу развести в мультиварке, сварил. Ну, хватило, опять же, на один день. Съел его, блин, за один день. В обед съел и потом вечером все. Ну, там не стоит, ты только там дольше моешь мультиварку. Вот. Это то, что касается питания. Ну, здесь хорошо, здесь и холодильник есть. Всякие сладости я уже съел. Да, у меня закончились. На 3 дня мне хватило. А у меня их было достаточно много. Из Белоруссии в Африи. И всякие там... С глазурью шоколадные. И здесь я купил, блин. Все подъел, все подмел. Да, хлеб надо все-таки... Вот белорусы говорят, что наш хлеб вкусный. А я так скажу, что у них не хуже хлеб. Даже вкуснее вот этот Бородинский. Потом Бабушкин хлеб. Мне очень так понравился. Очень вкусный. Дворники хорошие, хорошо работают. Тихонько. Видно новые. Синкер Гроу. Почти синкер Гроу. Почти синкер Гроу. 6 километров доехать. Уже можно сказать, с левой стороны начинается территория. Мордайка индустриальная. Пропеллеры где-то в тумане там. Крутятся, вертятся. Ведь иные мельницы. А мы как-то в Дон Кихот идем. Тоже полтора километра до заезда. С другой стороны буду заезжать. Заезжать. А это вот, да. Это вот. С левой стороны это вся территория. До железки. Промка. Я, кстати, про нее как-то не думал. Там, по сути, наверное, можно и встать на ночь. То есть места возле порта очень много. Так что пользуйтесь. Кто будет здесь проходить и не может найти паркинг. Ну, сейчас уже пойдем на мост. На Виадук. Да, я думаю, Леон поехал на мое место грузиться. Мне так кажется. Я не знаю, откуда он шел. Ну, что он позже меня. О, видите, а там уже пробка на Роттердам. О-о-о. Роттердам, Брэда. Отсюда хорошо. А время 12.10. Пипец. Вроде не час пип, но пробка. Туда ехать не хочется. Пусть меня посылает на Мэри Тайм. Обратно в этом же направлении. Я буду не против. Дорога спокойная. Паркинг там хороший. Придется мне тут уступать дорожкам. Ребята, идущим с Хайвея. Да, что-то у Андрюхи сегодня настроение какое-то. Я бы так понял. Чем-то недоволен, блин. Мне нужно что-то прислали. Какие-то претензии. Хотя не должно быть у меня претензий. Он работает как парень. Как парень. Наверное. Хотя, я скажу так. Опыта работы на контейнерах у него больше чем у меня. Давайте возьмем январь, февраль, март. 3 месяца. Как он мне говорил, что он с нового года вроде на контейнерах пошел. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но, конечно, он знает больше чем я намного знал, по крайней мере. Опыт дальнобой – дело наживное. Одно дело, когда ты катаешься все время по точкам одинаковым. Другое дело, когда все время разные задания получаешь. Или время от времени. По-моему, вот наш идет. Вин идет, по-моему. Да. Это самый старый человек на фирме. Он меня старше. Это однозначно. Он как механик. Нормальный чудак, очень нормальный чудак. Он работает не поймешь. А, нет, на контейнерах он работает. Хотя, Вить, как говорит, что он где-то с ним грузился на трейлер. То есть, он на всем работает. И дочка у него, блин, водит фуру тоже. Какая-то она обычно на Вольво работает. Потому что я видел ее, она приехала на базу, села. Вот за этот же даб села и поехала на нем. Я говорю, блин, просто учишься. Она говорит, не это, но драйвер. На другой фирме. Вообще, девчонок очень много в Голландии. На фурах работают. Очень много. Я больше, чем в Голландии, не встречал. Девчонок, может быть, еще в Германии чуть меньше. Но в Голландии очень много. Так, МРН мне не пришел пока еще. Будем ждать. Ну, хотя, может, сейчас проверим. Может, пришел? Не, не пришел еще. Не вижу. А вы видите? А он есть где-то. Не, ну это правильно все. У меня же выгрузка, груз на Англию. Именген, Именген. Да, Именген, Именген. 29-е. А сегодня у нас 27-е. В субботу будет уходить. Именген, Именген. Значит, 411-й. Сейчас я уже наблюдаю. Тормсторн, значит, 300, ой, 137-й. Именген, 411-й. И еще есть какой-то порт. И он тоже 411-й, по-моему. Как Андрей говорил. Потому что, чтобы пользоваться аппликацией, там вроде не указывается, какое место. Заснул? 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 Заснул на этом саунде. Ну, а поворот. Полез телефон. А сзади вот траг-драйвер стоит. Траг-мастер. Не хочу таки маленькие контейнера возить. С ними проблемы. Здесь мы пропускаем коллег. Как-то полный порт. Два наших стоят. Есть там места. Блин. Блин, блин, блин. Нету места. А, этот спик.